Привет! Ну что, скумбрию хотели или не хотели? Я, конечно, надеюсь, что хотели, потому что рыба заходит. Всем уже известно один из топовых рецептов. Неожиданно, правда, икра мента его перешла, но вкус скумбрии есть на устах не только каждого младенца в России, но и всех остальных людей. Популярна рыба, что ни крути. Но здесь, в общем, больше не про скумбрию, а больше про картошку. Вот смотрите, был у тещи недавно здесь, значит, в Санкт-Петербурге. Уже же молодая картошка пошла, поэтому ну что ее там жарить, варить, парить? Зачем ее чистить? Молодая картошка вкусна тем, что вот ее нужно сейчас прям помыл, отварил или пожарил и так далее. Так вот, отварная картошка не всегда съедается за один раз. Ну, в зависимости от того, насколько много вы там ее или мало сварили. Короче, остывшую картошку, значит, я на следующий день нарезал четвертинами и стал обжаривать на сливочном масле. На самой маленькой конфорке самая низкая температура позволяет нам сильно не отвлекаться, знаете ли, на картофанчик-то, на картошечку. Главное, что на самой низкой температуре сливочное масло не горит. Это известно и дураку, но чаще всего я вижу, значит, в инстаграме у себя меня отмечают люди в постах, мол, типа, спасибо Василий ТВ за то, за это, за пятое-десятое. И прям почти там каждое фото я вижу, что где-то что-то подгорает. Работа с температурой всегда такая, знаете, как бы небрежно люди относятся к температуре. А в этом заключен огромный смысл. Вот я сейчас к нему и движусь. Короче, картошечку на четвертинке. Сливочное масло растопилось. Та картошечка, которую мы уже порезали и вы уже порезали, отправляется на сковородку. Обваляйте ее в масле и пусть жарится. Как правило, такие блюда хороши в определенный сезон, в определенных сочетаниях. Но самое главное, что молодая картошка, безусловно, отдает нам тот самый вкус, который, скажем, я его называю рулевой. Скумбрию я взял, очистил. Сначала нарезал крупными кусками для того, чтобы было удобно почистить. Мелкие неудобно чистить. А затем уже можно разрезать на более мелкие. Горячего копчения тоже неплохо. Но только с горячим копчением, я про рыбу сейчас, не про само копчение, тяжело работать. Она вся разваливается. У скумбрии мясо такое рыхло-рассыпчатое. Поэтому я, конечно, холодного копчения уважаю больше. Но горячего могу съесть целую рыбку, даже не очищая ее. Разворачиваешь, кости выбрасываешь, начинаешь. Шкура осталась. Кости остались, кишки в мусоре. Процесс заключается вот в чем. Короче, здесь все внимание на картошку. Все на картошку, потому что картошка – это главный ингредиент. Если остывшую картошку просто разогреть в микроволновке или обжарить минуту на сливочном масле, вы не получите того вкуса, кайфа и то, ради чего картошку мы любим. Мы же русские люди. На низкой температуре масло не горит, и поэтому вы можете жарить ее довольно долго, чтобы маслом она пропиталась и чтобы образовалась корочка. Если температуру повысите, масло гореть начнет. Картошка начнет становиться коричневой от огарков, от масла, а не от того, что она там жарится. Поэтому процесс не быстрый. Но мы же его назвали, как всегда, быстрый, да? Быстрая картошка за 5 минут. Теперь лук. Лук от семенидук, вы сами это знаете без меня. Значит, я взял две вот такие белые головки от молодого лука. От молодого. Во-первых, он повсюду есть. Уже все сезон, все лето он будет. У бабушек, около остановок, на рынках. В Красноярске на рынке Злобино. Прям есть целый отдел, где бабушки торчат. Я когда в Красноярск приезжаю, так как я на Павлова, там мама моя живет, я иду сразу говорю, давай на Злобино сгоняем. Потому что пенсии платят маленькие. И бабушки все начинают с земляники, брусники, ой, это самое, с земляники, жимолости, травок, муравок, лука, петрушки. Все тащат на рынок, чтобы как-то себе заработать денег, да? И там самые лучшие продукты. Потому что когда это все, у тебя лук можно вот так вот макать и просто есть, как яблоки. Это шикарный, шикарный лук. Если у вас нет такого рынка, значит, езжайте в Красноярск на Злобино. Все же очевидно. Еще раз напоминаю, значит, смысл в чем? Медленная температура, и вы жарите отварную картошку, даже вчерашнюю. И она у вас получается вот такая. Она получается у вас золотистая, красивая. Но есть заморочка. Вы должны с каждой стороны перевернуть ее сначала так, поджарить. Потом перевернуть так, обжарить. Потом перевернуть на спинку со стороны кожицы и уже, так сказать, дожаривать. Так вот, когда готова тарелка, готова скумбрия, лук, укроп, у меня есть обязательно... Ну, в этом случае, вот в моем случае это кахетинское. А в вашем случае это просто ароматное подсолнечное масло. Ароматное. Но учтите, что каким бы ароматным не было это масло, вам нужно всегда использовать что? Обычное растительное, чтобы разбавить его. Скумбрия яркий аромат. Картошка сливочный аромат. Очень много подсолнечного ароматного бывает лишнее. Итак, значит, что мы делаем? Значит, берем ее и высыпаем на тарелку. На стол, я хотел сказать. Стол. Масло за все это время нахождения на сковородке у нас не загорелось. И поэтому у нас картошка не черная, а золотистая. Это прям очень важно. Медленная температура. С самого начала. И кайф. Вот это кайф. Когда отварная картошка, даже вчерашняя, выглядит вот так. Я сюда просто добавляю скумбрию. Ничего, вообще ничего такого особенного. Скумбрия начинает нагреваться от горячей картошки. Начинает по кухне распространяться аромат копчения, смешанный со сливочным маслом. И вот тут наступает момент истины. Скумбрия нагревается. Лучок нарезанный. Берем вот так вот немножечко его. Как бы нам его не надо из него сок выдавливать. Нам нужно, чтобы чуть-чуть разошлись колечки. Так красивее просто будет. Хрустящий лучок с огорода или от бабушки. И вот так вот его осыпем, сыпем. Супер. Делать нужно все быстро, чтобы картошка не остывала. Но даже если она остынет, я вас уверяю, вкуснее картошки. Я вот прям ни разу не ел. А все вот как, знаете, нахождение утещи, так сказать, меня вдохновило. Далее мы делаем вот что. Ложка. Наливаем сюда растительного масла. Начинаем поливать. В большей степени на рыбу поливайте. Потому что у нас картофан и так в растительном масле. Ой, в сливочном смысле. Значит, теперь наливаем сюда немножко ароматного. И то же самое по капельке. Как бы разбавляем. Разбавляем это этим. Все. Опа. У нас готово. Теперь тут у меня был в воде укропчик лежал. Ну, чтобы, знаете, не завял. Вянет все время, жарко. Мокрое. Почему укроп не моют? Потому что он выглядит как мокрая крыса. Некрасиво. Хорошенечко просушивать его надо. Все. Укропчиком насыпали. Можете его нарезать. Да? Набросать. Так будет как бы более красивая подача. Если кто-то из вас. Я же стараюсь совместить два в одном. Какие-то простые штуки. Вкусы. Вы же даже вот, вы уже через экран понимаете, как аромат копчения скумбрии смешивается с жареной картошкой, с укропом, свежим лучком, ароматным маслицем. Здесь только не хватает чего, да? Компота. Компота не хватает. Из сухофруктов. Хлебушек. Обязательно. Лучше всего ржаной. Ну, как лучше. Что я вам говорю? Вы же сами любите определенные виды хлеба. У меня луковый. Перчик. Есть еще. Перчиком посыпаем. Самое главное, значит, что. Картошка, она крахмальная. И она совершенно недолго держит тепло. Поэтому оно всего лишь нагревает рыбу немножко. Аромат копчения дальше идет. Но лук не прогревается. Укроп не вянет. Это и хорошо, и плохо, как бы. Когда вы зимой находитесь на улице, да, плохо, что картошка быстро остывает. А когда летом, и вы понимаете, что холодного копчения есть с очень горячей картошкой, обжигать рот, ну, может быть, не так кайфово. Но надо учиться и пробовать. Хлебушек. Значит, скумбрю. Лучок. Вот такой прям самый молодой, хрустящий, ароматный. Ой, шикарный. Вид картофанчик. Специально открываю рот, чтобы было понятно, что это хрустящая картошка. Ммм. Друзья, скумбрия наша, все. Но без картошки никуда. И очень важно. Скумбрия должна быть вкусная, когда вы покупаете. У меня шикарно получилось. Все хрустит. Молодая картошечка, скумбрия, лучок, укропчик. Не буду больше хвалить, потому что чувствую, что уже на экране монитора уже слюни. Клавиатуру не залейте. Приятного аппетита, дорогие друзья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok